Административные правонарушения Сюда нас привело дело по обвинению в мелком хулиганстве жителя оси Мегатауэрс, возбужденной по заявлению небезызвестного нашим зрителям господина Сманова Нурлана, так стесняющегося видеокамерой. Вы же оси, как вы не можете не знать. Пожалуйста, уберите камеру. Право ввода в этом деле господин Сманов сам предоставил полиции и в суд видеозапись с надеждой наказать строптивого жителя. Сманов Нурлан Сарсенбекович, председатель УСИ, ЖК Мегатауэрс, Ватэ. О причине конфликта. Согласно протоколу, указано о том, что 15 марта 2023 года в УПП Сандырского района поступило заявление о том, что 9 марта житель дома гражданка, находясь в офисе номер 7 в кабинете УСИ, расположенного в подвольном помещении дома 273 по улице Кейтли-Байово, в присутствии сотрудников УСИ, выражалось нецензурную пораннюю в адрес-поцентре УСИ Сманова, тем самым нарушив общественный порядок. Тем, получается, возбуждено административное производство по части 1 статьи 434 кодекса, если указан на статье правонарушения. Говорит адвокат. При этом Сманов вообще не было. Сманов появился позже. В протоколе об административном правонарушении указано, что она опрямилась в адрес Сманова. Мы считаем, что не было самого события правонарушения в отношении Сманова, который находился вне помещения. Адвокат говорит и о полиции как инструменте Сманова. В данном случае лицом, составившим протокол об административном правонарушении, Багаровым, нарушены требования, предусмотренные статьей 802, части 2 КОАП. Это оправдание Сманова. В целях защиты морально-эмоционально-физического здоровья сотрудников УСИ, а также для предотвращения возможностей иных противоправных действий против УСИ, просим принять меры по привлечению гражданки к ответственности согласно законодательству исходить в Казахстан. У меня все. Слова о том, что он всегда на месте. С 9 до 6 рабочий день, я всегда с 9 до 6 на работе. Вот это поворот! Куда вы побежали, представитель КСК? Куда побежали вы? Вот объясните меня. Отключите камеру, я вам не разрешал снимать. Подождите. Я зашел в ваши личные в собственное помещение. Почему вы уходите? Подождите, ответьте на вопрос. Почему вы препятствуете, чтобы собственник заехал на своей машине в помещение? Есть правило, вам в своем личном месте. Пожалуйста, объясните, пожалуйста, еще раз, для непонятного. Не закрывайте. Куда вы едете? Кто может объяснить? Вы, как руководитель УСИ, убегаете. Вот вы, пожалуйста, руководитель УСИ. Что случилось? Ничего. Начальник УСИ убежал. Вы работаете здесь в охранном агентстве? Да. Скажите, пожалуйста, почему убегает руководитель УСИ, когда к ним приходит? А вот и вердикт суда. Суд постановил административное производство в части 1-й сайте 434-й кодекса рекомендации правонарушения прекратить за истечением срока давности привлечения к административной ответственности. На данное постановление суда может принести апелляционное жалобо в Алматинский городской суд через административный суд. И финт Сманова, повторный, когда он таким же образом уже привлекал к ответственности рассерженного жителя мужского пола, который уже кулаком доказывал свое недовольство, не удался. Господин Сманов, вы могли бы прокомментировать то, что было сейчас в суде? Не хотите прокомментировать? Господин Сманов, несколько слов, пожалуйста, скажите. Думается, и у вас, уважаемый зритель, возник вопрос. Почему из аудио-видеозаписи правонарушения полиция увидела лишь нарушение со стороны жителя, хотя до этого нецензурно выразился работник ОСИ? Думаю, вот, если в обществе идти посмотреть, сказать, у вас, да, вот, вот так получается, воважаемый, что у нас не так, а как вы сейчас? Я нормально не знаю, вы меня вывели из себя! Да, да! Вы говорите, идем, идем, идем! Я не знаю, 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 я не знаю. Что мы услышали у суда, куда собрались жители, пожелавшие рассказать суду? О неблаговидных делах руководителя ОСИ Сманова. С чем вы не согласны, вот, Сманов, его поведение? Вообще не согласны. Почему? Ну, потому что все его правовые действия, они не отличают интересам нашего жилого комплекса. Вот я человек, да, который живет в этом жилом комплексе с первого дня заселения. При базисе, да, нам казалось, расходы на содержание там жилья высоковато, может, что-то не так, но все, что касалось содержания дома, оно было в безупречном состоянии. Сейчас же у нас абсолютно другая ситуация. Все рушится, все крушится. Почему? Почему рушится? Некомпетентно или что? Некомпетентно. Не делает вовремя. Штат обслуживающий. Он сократился. Теперь, что он взял в зиму? Это моя мама, которая 90-е годы. Он мне отвечает отопление. Зимой? Зимой, вот этой зимой. У меня вот в журнале регистрации есть. Я там вначале не знала. Звоню, диспетчерская говорит, да вот, вот что-то с отоплением, какая-то авария. Я звоню соседям рядом, все есть. И только на четвертый день я выясняю, что оказывается такая ситуация. Отключает свет. Опять три дня бегаю, не это. Налицо перевод банального вопроса исполнения обязанностей оси по устранению неполадок. У жителей, напоминаем, что оси для этого и существуют, в плоскость скандализации и привлечения к ответственности за якобы мелкое хулиганство. Главное, не выполнять свою работу, господин Сманов. И полиция на поводке у Сманова, не замечая мат работника Сманова. Почему? Что ж, будем ждать очередные скандальные материалы из оси, возглавляемого господином Смановым Нурланом. Продолжение следует...